Друзья наши далекие и близкие, всем добрый день! С вами Нина Кусман и я приветствую вас на нашем YouTube-канале. В Европе тоже очень много зимних праздников, но они не проходят такой плотной чередой. И буквально на следующий же день после праздника все выходят на работу. Если вы давно с нами знакомы, вы знаете, что мы живем на окраине небольшого городка, регулярно гуляем с собаками. И, разумеется, мне все интересно, все, что происходит вокруг. Владельцы местных садов, полей, так называемые фермеры, землевладельцы, они все умеют сами, либо почти все. У них очень много техники в собственности, а то, чего у них не хватает, они могут взять в аренду. Работа кипит круглогодично. Вот сегодня в саду мы видели такую картинку. Приехали два трактора. Один представляет собой средство для транспортировки, а второй непосредственно пила на колесах. Ни одна ненужная ветка не пропадает даром, либо сгорает в каминах собственных домов, либо продается на эти же цели. А здесь перед нами один единственный человек просеивает песок. И пока мы прошлись с собаками туда и обратно, он из большой кучки сделал две кучки. Одна с песком просеянным, вторая с камушками. Погрузил этот весь хороший песок и куда-то увез. Мы стояли, любовались, потому что делал он все с такой сноровкой, так уверенно. Перемещался из одного транспортного средства в другое. В общем, как говорится, бесконечно можно смотреть на огонь, воду и как другие работают. Ну а мы продолжим нашу прогулку. Я уже собачница со стажем и время от времени мне задают вопросы по поводу характера собак, по поводу их содержания. Если вы никогда не держали собаку и наконец решились на это, то не стоит покупать первого попавшегося щенка. Постарайтесь потратить достаточно времени и внимательно изучить породы собак и отдать предпочтение тем, что больше подходит для новичков. Информации в интернете достаточно, а я вам расскажу немножко о пяти породах собак, которые подходят для неопытных собачников. Мопс – самая дружелюбная и спокойная собака. Она идеально подойдет даже неопытному владельцу. Это не самый активный пес, который очень любит ласку. Мопсы умные, сообразительные, очень легко поддаются дрессировке. Они очень терпеливо относятся к детям. Однако этот питомец плохо переносит одиночество и очень тоскует по своему хозяину. Они очень любят спать у хозяев в кровати. Они очень сильно линяют. Второй вариант – это пудель. Отличается умом, сообразительностью. Это элегантная собака. Также хорошо обучаема. Спокойно переносит одиночество и очень любит детей. Пудели не любят лаять. У собаки практически отсутствует линька. Однако ее необходимо купать каждые 6-8 недель. Это идеальная собака для аллергиков. Третий вариант – наши любимые корги. Мы смотрим с удовольствием канал на ютубе, где рассказывает Ника о корге Тафии Седи. Это очень умная порода собак. Базовая команда собака способна выучить еще в щенячьем возрасте. Примерно в 2 месяца. Это собаки-оптимисты с доброжелательным нравом, которые очень любят своих хозяев и легко ладят с детьми. Корги требуют ежедневного вычесывания и ежемесячного выстригания ушей. А вот купать корги эксперты призывают реже, для того, чтобы их шерсть успевала восстановить жировой покров. Четвертым идет бигль. Бигли очень общительные. Они ладят с людьми любого возраста, а также не боятся других собак. Но они очень любят охотиться на кошек, попугаев. Они не только активные, но и они очень не любят оставаться в одиночестве. Если вы точно знаете, что будете редко появляться дома, то лучше завести сразу две собаки, чтобы они общались друг с другом. Потому что эта порода собак нуждается в социализации с раннего возраста. Вычесывать бигля необходимо один раз в неделю. Также необходимо еженедельно купать пса с использованием специального шампуня. И эта собака нуждается в больших физических нагрузках. Она не может валяться на диване круглые сутки. При этом активничать собака будет не только на улице, но и дома. И пятый вариант. Это, конечно, золотистый ретривер. Тоже мои, одни из самых любимых моих собак. Высокий интеллект, покладистость, трудолюбие, выносливость. Из-за своей дружелюбности и отсутствия агрессии собаки совершенно не могут быть сторожевыми. У ретриверов очень хорошая память. Поэтому обучать командам собаку нужно щенячьего возраста. Щенка выгуливают порядка шести раз в день в течение 20 минут. А взрослой собаке будет достаточно двух-часовых прогулок в день. Ну, тоже немало, согласитесь. По поводу ухода, это ежедневное вычесывание и ежемесячное купание. За питанием следить, потому что эти собаки склонны к перееданию и ожирению. Ну, а общий язык ретриверы находят и с людьми, и с другими домашними питомцами. Итак, это, конечно, самая начальная информация для людей, которые впервые захотели бы купить себе домой собаку. Ну, а я сходила в магазин за овощами. Он находится рядом с нашим домом. И там продаются местные яблочки. А потом мы проехали в строительный гипермаркет. А сейчас везде распродажи елочных игрушек, украшений, декора. Цены самые низкие, которые только можно себе представить. Наверняка каждый найдет себе что-нибудь для души на следующие праздники. А пока я вам показываю всю эту красоту, я решила продолжить тему собак. Один из немаловажных вопросов, возникающих у людей, которые хотят завести себе собаку, сколько лет живут питомцы. Средняя продолжительность жизни собак равна 10-13 годам. При этом мелкие породы собак живут дольше крупных. В книге рекордов Гиннесса перечислены 9 пород собак, которые отличились своим возрастом. На первом месте австралийская пастушья собака, которая прожила 29 лет и 5 месяцев. На втором месте Бигль, который прожил ровно 28 лет, хотя они обычно живут 12-15. Третье место досталось Мопсу, который смог прожить целых 27 лет и 9 месяцев. Бордер Колли на четвертом месте прожил до самой старости 25 лет и 3 месяца. Интересно, что он был веганом. Далее идет Лабрадор Ретривер, который прожил до 27 лет. Тибаину в Японии прожила 26 лет и 8 месяцев. Такса, в принципе, считается породой долгожителей, среди которых встречаются 16-летние собаки. А поставила рекорд Такса, которая прожила 21 год и 3 месяца. Тойпудили относятся к породам долгожителей и доживают нередко до 18 лет. И Чихуахуа, тоже порода долгожителей. Пока про собачек все, потому что я пришла в отдел, где продаются различные маски. У меня аллергия на химические средства, которые мы используем в уборке. Цены не маленькие, но не знаю, что выбрать. В Германии, где в основном преобладает в городах низкоэтажная застройка, очень часто покупают елки в горшках. И потом высаживают либо на участках, либо на своих дачах. Мы в этом году обошлись без елки. Я задекорировала какие-то вазочки веточками, еловыми, сосновыми. Ровно две зимы здесь я уже перезимовала. И у меня есть любимые игрушки всех православных. Я поздравляю с наступающим Рождеством Христова. В России, наверное, самые длинные зимние праздники. Самые долгожданные и самые веселые. Детские каникулы, отпуск на работе у взрослых. Подружки мне присылают видео, я смотрю на Невском. Не протолкнуться всем тем, кто досмотрел до конца этот ролик. Я желаю здоровья богатырского, благополучия. Будьте счастливы и пусть будут счастливы ваши близкие. Зимние праздники всегда были у нас самыми семейными. Друзья, наслаждайтесь обществом друг друга. Особенно в наше непростое время, когда не всегда есть возможность навестить родственников, близких, родителей, друзей. Это прекрасно, что есть интернет, и мы всегда на связи. Субтитры создавал DimaTorzok